Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина и в ближайшие 10 минут о некоторых событиях дня. Смотрите в этом выпуске. Под звуки духового оркестра прошли почти полторы тысячи человек. На площади Совета в Барнауле прошла генеральная репетиция парада. Куда смотрят власти Алейского района? Сижу вечером, где тут пять часов. Как загремело. Я двери открываю, двери не могу открыть. И даже двери завалила. Труженицы тыла. На восстановление полуразрушенного дома выделили всего 8 тысяч рублей. Сделано с браком. Общественники проверили качество асфальта, уложенного после коммунальных аварий. Итак, уже завтра очередной выходной праздничный день. День Победы в Великой Отечественной войне. Начнутся торжества в Барнауле с возложения цветов на мемориале славы и парада Победы. Кстати, накануне вечером на площади Советов прошла его генеральная репетиция. В ней участвовало почти полторы тысячи человек. Некоторым барнаульцам повезло увидеть, как тренируются военные, сотрудники полиции, курсанты, музыканты духового оркестра. И не только. За действием наблюдала и наша съемочная группа. Взвод почетного караула Барнаульского юридического института начал подготовку к параду еще осенью. Каждый день курсанты уделяли строевой подготовке не менее двух часов. Движения максимально оточены. Хотя на лицах заметно волнение. Отрабатывают шаг и будущие летчики. Мы выбираем достойных. Конечно, в составе парадного расчета нет двоечников, каких-нибудь нарушителей дисциплины. Те люди, которые могут двигаться строевым шагом, потому что это тоже немаловажно. Это должен быть человек скоординированный, у него должны быть способности к этому. На время репетиции парада пришлось даже частично перекрыть движение на Ленинском проспекте. Под звуки духового оркестра прошли почти полторы тысячи человек. Это военные, сотрудники полиции, курсанты БИИ, кадеты, юнормейцы, члены Росгвардии. Всего 18 парадных расчетов и военная техника. Кстати, генеральная репетиция парада в Барнауле прошла в один день с репетицией парада на главной площади страны. На генеральной репетиции не обошлось без заминок и пауз. Но, кажется, на это даже никто не обратил внимания. Гордость. Гордость прям за них. Конечно, гордость. Конечно, гордость за него и вообще за Россию, что у нас есть еще вот такие прекрасные парады. Парадные расчеты начали оттачивать строевой шаг и синхронность движения еще 19 апреля, чтобы завтра достойно пройти перед ветеранами и тысячами зрителей. Направо. Равнение направо. Шагом. Марш. Парад победы начнется в 10 часов утра 9 мая на площади Советов. И здесь же про диршествие бессмертного полка. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Наш следующий сюжет тоже приурочен ко Дню Победы. Обычно в этот день ветераны войны и труженики тыла получают подарки. Но ей самого главного подарка, скорее всего, не дождаться. 90-летняя труженица тыла из Аллейского района живет в полуразрушенном доме. Месяц назад часть строений из-за ветхости обрушилась. Местная администрация выделила женщине 8 тысяч рублей и пообещала восстановить дом к 9 мая. Так сделают ли чиновники подарок старушке, выясняла Валентина Аскерова. Пожрать нечего было. Пшенички пожарили. Ели. Вот как и жили. Так Мария Николаевна Скорнякова вспоминает свою юность во времена Великой Отечественной. И в 15-летнем возрасте она села за руль трактора и пахала землю наравне с мужчинами. А сейчас живет на отшибе алтайского села Малахова в доме, который вот-вот разрушится. Вот в таком полуразрушенном доме вынуждена жить Мария Николаевна Скорнякова, труженица тыла, ветеран труда. Месяц назад в ее доме рухнула стена. На место приезжала администрация Олейского района, соцзащита. Они посмотрели дом, но аварийным его так и не признали. Одна половина стена упала. А потом вторая, наверное, через неделю. Я одна дома была. Сижу вечером, где-то в 5 часов. Как загремело. Я двери открываю, двери не могу открыть. И даже двери завалило. Напугались? Ну, а как не напугайся? Пенсия женщины всего 17 тысяч рублей. Этого не хватит, чтобы вернуть дому прежний вид. А тут еще недавний пожар, который уничтожил весь запас дров. О том, в каких условиях живет бабушка, в соцсетях рассказала ее единственная родственница, Любовь Скорнякова. Она также пожаловалась на бездействие местных властей, которые отказали в предоставлении нового жилья. А на восстановление дома выделили лишь копейки. Всю жизнь проишачила, х**, трабо тратила. 8 тысячи, х**, сильно так толкали, не делали это за маму. Такое бесчеловечное отношение вызвало отвлеку жителей всего Алтайского края. Неравнодушные до сих пор перечисляют посильную помощь старушке. Уже набралось около 15 тысяч рублей. После общественного резонанса к делу подключилась межрайонная прокуратура, которая проверяет состояние дома пожилой женщины и контролирует его восстановление. Кстати, золотать трещины власти обещают в ближайшее время, к 9 мая. В каком состоянии сейчас дом? Вывалилась так называемая пятая стена, холодный коридор. У бабушки в доме, в самом доме тепло, светло, уютно, как говорится. А на каком этапе сейчас восстановление стены? Работы начались. Я думаю, что к 9 мая мы должны закончить их. Поставили подпорки, как бы вот видно, чтобы потолок не упал. Будем ломать стену. Фундамент надо армировать, усиливать фундамент, потом уже выставлять брус. Подарок на 9 мая успеете? Нет, на 9-е никак. А пока строительные работы продолжаются, бабушка может оказаться под завалами в любой момент. Мария Николаевна рассказывает, что когда рухнула стена, сотрудники соцзащиты предложили оставить дом, в котором она прожила больше 50 лет и перебраться в дом престарелых. Но старушка наотрез отказалась. С домом она срослась и расстаться с ним не может. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Ну а в этом случае ремонт выполнили. Речь о бурнаульских дорогах, на которых асфальт пришлось укладывать заново после целой серии коммунальных аварий. Работу доделали, но с браком. К такому выводу пришли представители Общероссийского народного фронта. Специалисты выехали в рейд по улицам города, сделали несколько замеров и взяли пробы уже нового асфальта. Одна из остановок пересечения проспекта Социалистического и улицы Молодежные. В марте здесь порвались трубы. Коммунальщики устранили ЧП и с помощью подрядчика вернули территории былой вид. Правда, казалось, что работы сделаны с нарушениями. Их можно увидеть и без всяких экспертиз. К примеру, в одном месте общественники обнаружили кусок дерева, который, видимо, закрывал небольшую ямку на дороге. Не совсем качественно сделан ремонт. Собственно, то предложение, которое уже неоднократно Народный фронт обозначал, привлечение подрядных организаций, на гарантии которых находятся объекты, это, наверное, правильное решение, да, потому что тогда соблюдается технология, соблюдается технологический процесс укладки. Специалисты взяли здесь небольшой брикет асфальтобетонного покрытия. Результат в лаборатории должен показать, насколько правильно соблюдены все процессы производства смеси. Такие рейды представители УНФ проводят регулярно. Устранять брак должен подрядчик, договориться с которым предстоит уже ресурсоснабжающей компании. К другим темам. Крупную незаконную партию редких животных и птиц перехватили на границе Алтайского края и Республики Казахстан. Как стало известно, в конце апреля на пропускном пункте в Рубцовском районе сотрудники таможни и погранслужбы ФСБ задержали несколько грузовых автомобилей, где в клетках обнаружили более 40 особей, многие из которых занесены в Красную книгу России. При этом разрешительных документов на животных и птиц у перевозчиков не было. Так, в Казахстан пытались вывезти африканского льва, пумо, гималайских и бурых медведей с медвежатами, а также амурского тигра, который является особо ценным животным. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства отмечают, это далеко не первая попытка контрабанды животных. В 2018 году из России трижды пытались вывезти животных, находящихся под угрозой исчезновения. На основании материалов пограничного управления Алтайской таможни по одному из эпизодов возбуждено уголовное дело по статье 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в результате которого к уголовной ответственности привлечен гражданин России. Бурнал готовится к открытию чемпионата мира по хоккею. Специально для этого на одном из самых больших экранов города будет организована трансляция всех матчей отечественной дружины. Команда Ильи Воробьева начнет поход за золотом 10 мая матчем против норвежцев. Стартовый свисток прозвучит в 21 час 15 минут по барнаульскому времени. Эту встречу, как и все другие игры группового этапа и плей-офф, жители и гости краевой столицы смогут увидеть на уличном экране торгового центра арена. Всего же на представленном этапе сборной России проведет 7 матчей. Заключительный сыграет 21 мая. Затем начнется серия игр на вылет. Красную машину называют одним из явных фаворитов главного турнира года, который пройдет в этом году в Словакии. Организаторы барнаульской трансляции ожидают несколько тысяч зрителей. Для них будут открыты пункты питания, вход на площадку бесплатный. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня на этом все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова